Беседа 15-я, 143, Диане 6-8. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Смотри, как и в числе семи один был главный и имел первенство. Хотя рукоположение было общее, но он, однако, получил большую благодать. Он не творил знамений прежде, но когда уже сделался известным, чтобы явно было, что для этого не довольно одной благодати, но нужно еще и рукоположение, которое умножало дары Духа. Они и прежде были исполнены Духа, но то откупели крещение. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и киринейцев и александрийцев и некоторые из Килики и Асии вступили в спор со Стефаном. Восстанием писатель опять называет раздражение и гнев их. Посмотри, здесь великое множество восставших, но уже другой вид обвинения. Так как Гамолил воспрепятствовал им судить апостолов за то дело, то они возносят обвинения другого рода. Но они могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Моисея для составления обвинения утверждает, будто он говорит против Бога и Моисея. Для того и состязались с ним, чтобы вынудить его сказать что-нибудь подобное. Но он хотя потом объяснялся очень прямо, но говорил только о прекращении закона или даже не говорил ясно, а только намекал на это. Потому что если бы он сказал об этом ясно, то не было бы нужды ни в клеветниках, ни в лжесвидетелях. Синагоги были разные, либертинцев и киринейцев. Киринейцы – это те, которые имели синагогу по ту сторону Александрии, между тамошними народами. Но, может быть, они жили и здесь, в Иерусалиме, чтобы не быть в необходимости часто приходить сюда. А либертинцами называются римские вольноотпущенники. Так как здесь жило много иностранцев, то и они имели синагоги, в которых считали закон и совершали молитвы. Заметь, прошу, Стефан начинает учить, будучи вынужден к этому, а они со своей стороны возбуждаются ненавистью против него не только за знамения, но и потому, что он превосходил их в слове. И как на человека, нестерпимого для них, представляют лжесвидетели. Они не хотели лишать апостола жизни просто, но по судебному приговору, чтобы и славе их повредить, и тех, которые отступят от них, привлечь на свою сторону. Они надеялись таким образом устрашить их и не сказали «говорит», но не перестает говорить, чтобы усилить обвинение. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напавших схватили его и повели в Синедрион. И представили ложных свидетелей, которые говорили, «Этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Не перестает, говорят, выражая тем, будто он теперь же это делает». Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. Иисус, говорит, Назарей, прибавляя для укоризмы, разорит это место, изменит обычаи. То же говорили они, когда и Христа обвиняли, разрушающий храм Божий. Они весьма благоговели перед храмом, при котором и жить хотели. Так же, пред именем Моисея, обвинение заметь двоякое, разорить и место, и изменить обычаи. И не только двоякое, но и тяжкое, исполненное опасностей. И все сидящие Синедриони, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела. Так могут блистать находящиеся и на низкой ступени служения. В самом деле, скажи мне, чего у него не доставало в сравнении с апостолами? Не творил ли он знамений? Не явил ли он великого дерзновения? Видели, говорит Писатель, лицо его, как лицо ангела. Это была, следовательно, благодать. В этом состояла и слава Моисея. Бог соделал его исполненным такой благодати, кажется мне, для того, чтобы в то время, как он намеревался говорить, самым видом его тотчас поразить их. Могут, подлинно могут лица, исполненные духовной благодати, быть вожделенными для любящих и поразительными и страшными для ненавидящих. Или, быть может, Писатель указал на это, как на причину, почему они дозволили ему говорить речь. Что же, архиерей? Тогда сказал первосвященник. Так ли это? Видишь, как вопрос его кроток и не заключает в себе ничего оскорбительного. Поэтому и Стефан кротко начинает свою речь и говорит. Мужи, братья и отцы, послушайте, Бог славой явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран. С самого начала он уже опровергает их мнение этими словами, несомненно доказывает, что и самый храм, и обычаи – ничто, и что они не в состоянии остановить проповеди. А Бог всегда творит и устрояет все, что касается и кажется невозможным. Посмотри, как последовательно в речи своей он доказывает, что те, которые всегда пользовались особенным благоволением Божиим, воздали своему благодетелю противным и замышляют невозможное. И сказал ему, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе. 145. Не было ни храма, ни жертвоприношения, но Авраам сподобился божественному видению. 146. 178. 179. 179. 189. – Это в чувственных, и прежде всего от места, так как речь шла о месте. Бог славы. Если он бог славы, то очевидно, он не имеет нужды в прославлении от нас или посредством храма. Он сам есть источник славы. Поэтому не подумайте прославлять его таким образом. 159. Авраама. Оно не говорит ничего лишнего, ничего кроме самого необходимого. Что полезно было узнать, тому только оно и не научило нас. Именно что Фарра после откровения сына вышел вместе с ним, а больше ничего не говорит о нем, потому что он вскоре по переселению в Харан скончался и выйди из рода твоего. Этим Стефан показывает, что они не чадо Авраама. Каким образом? Тем, что тот был послушен, а они не послушны. И из того, что он сделал по повелению Божией, мы видим, что он претерпевал труды, а они лишь собирают плоды, и между тем, как все праотцы терпели озлобление. Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы живете ныне, и не дал ему на ней наследство, ни на стопу ноги, а обещал дать его владение ему и потомству его по нем. Когда еще был он бездетен, смотри, как он отвлекает их от земли, не сказал даст, но не дал, выражая тем, что все от него и ничего от них. Ведь Авраам вышел, оставив родных и отечество. Почему же не дал? Потому что эта земля была образом другой, которую Бог и обещал дать ему. Видишь ли, что не просто Стефан ведет речь свою и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги? Когда еще и детей у него не было, опять отсюда открывается всемогущество Божие и то, как он творит все, что кажется невозможным. Когда Авраам был еще в Персии и на таком расстоянии, Бог сказал, что он сделает его владыкой Палестины. Но обратимся к вышесказанному. Смотрели на него, говорится, и видели лицо его, как лицо ангела. Отчего в Стефане процвела такая благодать? Не от веры ли? Очевидно, что так. О нем выше засвидетельствовано, что он был исполнен веры. Следовательно, можно иметь благодать и кроме благодати исцеления. Поэтому и апостол говорит иному дар исцеления, иному слову мудрости. Здесь словами видели лицо его, как лицо ангела. Кажется, мне намекается на то, что он был исполнен благодати, как говорится это и о Варнаве. Деяние 4.6. Отсюда мы видим, что люди простые и незлобивые, возбуждают в себе особенное удивление и преимущественно бывают исполнены благодати. Тогда они подучили мужей других говорить, что слышали, как он говорил, глаголы хульные. Прежде об апостолах говорили, что они проповедовали воскресенье и что к ним стекалось множество народа, а теперь, что они исцеляли. О, безумие! За что нужно было благодарить, зато осуждали. И тех, которые были сильны делами, надеялись преодолеть словами, как поступали со Христом. И постоянно старались уловить их в словах, потому что стыдились прямо схватить их, не имея ничего, в чем бы обвинить их. И посмотри, судьи не сами лжесвидетельствуют, потому что их уличили бы, а подкупают других, чтобы это дело не показалось насилием. То же самое, как видим, было и со Христом. Видел ли ты силу проповеди, как она действует, несмотря на то, что проповедники не только подвергаются бичеванию, но и побиваются камнями. Не только ведутся на суд, но это всюду изгоняются. И здесь, несмотря на лжесвидетельства, враги не только не преодолевали, но не состояние были противостоять, хотя были крайне бесстыдны. Такой силой она поражала их. Хотя они делали много ухищрений, подобно как и против Христа, для умерщвления которого употребляли все свои усилия. Так что после того для всех стало ясным, что это была борьба не людей между собою, но борьба между Богом и людьми. Посмотри, что говорят лжесвидетели поставленной теми, которые злодейски привлекли его в судилище. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Бесстыдные. Вы сами совершаете дела хульные против Бога. И не думайте об этом, а притворяйтесь ревнующими за Моисея. Моисей потому и поставлен наперед, что о Божьем они немного заботились. А Моисей упоминает и выше, и ниже. Моисей, говорят, он вывел нас, желая тем возбудить легкомыслие народа. Как человек богохульный мог бы остаться победителем? Как человек богохульный мог бы творить такие знамения в народе? Но такова зависть. Она, подвергшись ей, делает безумными. Так что они даже и не понимают, что говорят. Слышали его, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. И далее. Человек этот не перестает говорить на место это святое и закон, и прибавляет, которое дал нам Моисей, а не Бог. 147. Видишь ли, как обвиняют его в нарушении общественного порядка и в нечестии. Но что ему не свойственно было говорить это и быть так дерзким, это очевидно для всякого. И самое лицо его отличалось кротостью. Так, когда они клеветали на апостолов, то Писание не говорит ничего подобного. А как здесь все клевета, то Бог, естественно, опровергает ее и самым видом его. На апостолов не клеветали, но им запрещали. А на Степана клевещут. Потому прежде всего самое лицо защищает его. Может быть, оно-то и пристыдило и архиерея. Выражение обещал. Степан указывает на то, что обетование дано было прежде место. Прежде обрезание, прежде жертвы, прежде храма. И что они не по достоинству своему получили и обрезание, и закон. Но что единственное за послушание Аврамова наградой была эта земля. И даже исполнение обетования произошло еще прежде установления и обрезания. Что все это было, были прообразы и оставление Отечества и родных по повелению Божию. Там ведь и Отечество, куда приведет Бог. И неполучение здесь наследия. Что идеи, отрасль перцев. Если надлежащим образом исследовать, что словам Божиим должно повиноваться и без знамений. Хотя бы и встречались что-нибудь прискорбное. Так как и Патриарх оставил гроб Отца и все исповиновение Богу. Если же Отец его не сопутствовал ему при переселении его в Палестину, потому что не веровал в истинного Бога, то тем более потомки не будут участвовать в этом. Хотя бы они прошли большую часть пути, потому что не подражали добродетели праводства. И обещал дать ему ее и семени его по нем. Здесь указывается и великое человеколюбие Божие, и вера Авраама. Уверенность Авраама в этом еще, когда он не имел детей, доказывает и послушание, и веру его. Хотя обстоятельства представляли противные. То есть, по пришествии он не получил ни на стопу ноги, не имел и сына, что могло препятствовать вере. Зная это, будем и мы принимать все, что обещает Бог. Хотя бы иногда и случалось противное. Впрочем, у нас не бывает противного. Но все совершенно последовательно. Где обещают одно приятное, а между тем случается напротив, там действительно бывает противное, а у нас наоборот. Здесь он обещал скорбь, а там блаженство. Зачем же смешивать различные времена? Зачем горнее делать дольним? Скажи мне, ты скорбишь, что живешь в бедности, и смущаешься от этого? Не смущайся. Достойно скорби то, если там тебе придется мучиться. А настоящая скорбь может быть причиной блаженства. Сия болезнь, говорит Господь, не к смерти. Будущая скорбь есть наказание, а настоящая вразумление и исправление. Настоящая жизнь есть время борьбы. Следовательно, нужно бороться. Здесь война и брань. На войне никто не ищет покоя, на войне никто не думает об удовольствиях. Никто не заботится об имуществе, никто не беспокоится о жене. Но печется только об одном. Как бы одолеть врагов? Так будем поступать и мы. И если мы победим и возвратимся с трофеями, то Бог подаст нам все. Об одном только нам надо стараться. Как бы одолеть дьявола? А лучше сказать, и это не есть дело наших усилий. Но все благодати Божией. Об одном только нам надо стараться, чтобы приобрести благодать Его. Чтобы стяжать себе помощь Его. Если Бог за нас, то кто против нас? Об одном только будем стараться. Чтобы Он не стал врагом нашим. Чтобы Он не отвратился от нас. Не перенесение бедств есть зло, но грех – зло. Он – великое бедствие. Хотя бы мы жили в удовольствиях. Не говорю в будущей жизни, но и в настоящей. Что, думаю, значит испытывать угрызение совести? Не хуже ли это всякой пытки? Я хотел бы тщательно расспросить живущих во зле, не помышляют ли они иногда о своих грехах? Не трепещут ли они при этом? Не страшатся ли? Не скорбят ли? Не ублажают ли тех, которые живут в посте, в горах, в любомудрии? Ты хочешь получить блаженство там? Потерпи здесь ради Христа. Ничто не может сравниться с этим блаженством. Апостолы радовались, когда их подвергали битвиванию. К этому вещевает и Павел, когда говорит «радуйтесь в Господе». Как можно, скажут, радоваться там, где узы, где пытки, где судилища? Здесь-то в особенности можно радоваться. А как можно радоваться при этих условиях? Послушай, кто ничего не знает за собой, тот всегда будет в великой радости. Так что чем больше будешь говорить ему о бедствиях, тем больше доставишь ему удовольствия. Вот скажи мне, воин, получивший множество ран и окончивший брань, не с великим ли удовольствием будет возвращаться домой, имея в самых ранах основания к своему ободрению, славе и знаменитости? И ты, если бы мог сказать то же, что Павел сказал «я ношу язвы Иисуса», то мог бы сделаться великим, славным и знаменитым. Но теперь нет гонений. Восстань против тщеславия. Если кто скажет против тебя что-нибудь, не убойся выслушать о себе худое слово ради Христа. Восстань против тирании, гордости. Восстань против нападений гнева, против мук вожделения. И это раны. И это мучения. Скажи мне, какое из мучений у всех ужаснее? Не то ли, когда душа мучится и терзается? Там, в телесных мучениях, страдает больше тела. А здесь все относится к душе. Она болезнует, когда человек гневается, завидует или что-нибудь подобное делает. Или лучше сказать, когда страдает. Ведь иметь гнев, зависть не значит действовать. Но страдать, потому и называется страстями души, ранами, язвами. Подлинно это страдание и даже ужаснее страдание. Поймите же, гневающиеся, что вы делаете это по страсти. Следовательно, кто не гневается, тот не страдает. Видишь ли, что не тот страдает, кто терпит обиды, а тот, кто наносит их, о чем я уже говорил. А что он действительно страдает, это видно из того, что такое состояние называется страстью. Из самого тела его, так как от гнева рождаются болезни, тупость, зрение, сумасшествие и многие другие. Но скажешь, он оскорбил моего сына, моего слугу. Не подумай, что с твоей стороны будет слабость, если и сам ты не сделаешь того же. Скажи мне, хорошо ли это было бы? Нельзя, думаю, сказать, что хорошо, поэтому не делай того, что нехорошо. Знай, какие являются при этом гневные движения. А что скажешь, если он окажет презрение или опять будет досаждать? Обличи, запрещи, умоли. Гнев побеждается крутостью. Приди к нему и обличи. Впрочем, за себя самих и этого не должно делать. Но за прочих делать это необходимо. Оскорбление, нанесенного твоему сыну, не считай обидой себе самому. Пожалей также и о том, но не так, как бы ты сам был оскорблен. Когда сын твой потерпел зло, то не ты пострадал, а тот, кто совершил зло. Укроти гнев. Этот острый меч. Пусть он останется в ножнах. Если мы обнажим его, то, увлекаясь им, часто будем употреблять его и безвременно. А если он будет скрыт, то хотя бы и случилась нужда. Гнев укротится. Христос не желает, чтобы мы гневались даже за него. Послушай, что он сказал Петру. Вложи меч твой в ножны. А ты гневаешься за сына. Научи сына быть любомудрым. Расскажи ему о страданиях Господа. Подражай твоему учителю. Когда апостолам предстояло терпеть поношение, он не сказал, я отомщу. Но что, меня изгнали и вас изгонят. Поэтому терпите мужественно. Вы не больше меня. Тоже скажи и ты своему сыну и рабу. Ты не больше господина твоего. На эти внушения любомудрия кажутся недостаточными. Увы. Словом нельзя выразить так, как можно научиться самым опытом. Когда ты стоишь между двумя враждующими сторонами, то будь на стороне обижаемых, а не обижающих. И узнаешь, не будет ли на твоей стороне победы, не получишь ли бестательных венцов. Посмотри, как Бог, будучи оскорбляем, отвечает кротко и милостиво. Где он говорит Авель, брат твой? Что же отвечает Каин? Разве я сторож брату моему? Что надменнее этого ответа? Если бы даже от сына кто-нибудь услышал это или от брата, не принял ли бы ты такого поступка за оскорбление? Но Бог опять окротко отвечает. Голос крови брата твоего вопьет ко мне. Но Бог скажешь выше гнева. Для того ты снизошел, сын Божий, чтобы сделать тебя богоподобным, насколько это возможно для человека. Но это скажешь невозможно для меня, как для человека. Так мы представим тебе пример людей же. Не подумай, что я укажу на Павла или Петра. Нет, на людей меньше и гораздо ниже их. Раб Илья оскорбил Анну, сказав. Вот она пьяная, что обиднее этого. Иди проспись. Но что она? Жена я и сильно страдает в день сей. Подлинно нет ничего лучше скорби. Она мать любомудрия. Эта самая жена, имея у себя соперницу, не оскорбила ее. Но что? Прибегает к Богу и во время молитвы даже не вспоминает о ней. Не говорит, меня оскорбляет такая. Это отомстили за меня. Такого-то любомудрия была исполнена жена. Устадимся же мы, мужи. Хотя вы знаете, что нет ничего равного ревности. 150. Мэтарь, оскорбленный фарисеем, не воздал ему оскорблением. Хотя и мог бы, если бы захотел. Но с любомудрим перенес это, сказав. Будь милости в камне, грешнику. Мемфиевоал, обвиненный, оклеветанный рабом, не сказал и не сделал ему ничего худого. Даже перед самим царем. Второе царство 16.3. Первое параллельпоминон 8.35. Хочешь ли услышать о любомудрии блуднице? Послушай, что говорил Христос, когда она отирала ноги его волосами своими. Мытари и блудницы. Вперед вас идут в царствие Божие. Ты знаешь, как она стояла, плакала и омывала грехи свои. Посмотри же, как она не гневалась на фарисея, будучи им оскорбляема. Сей, говорит он, если бы вы знал, что эта женщина есть грешница, не допустил бы ее к себе. Но она не сказала ему, что, скажи мне, сам ты чист ли от грехов. А еще более сокрушалась, более скорбела и проливала более горячие слезы. Если же и женщины, и мытари, и блудницы любомудрствуют, и притом прежде получения благодати, то какого прощения удостоимся мы, когда при такой благодати хуже диких зверей враждуем, угрызаем и терзаем друг друга? Нет ничего постыднее и гнева, ничего бесчестнее, ничего ужаснее, ничего неприятнее, ничего вреднее его. Говорю это не к тому, чтобы мы были кротки только в отношении к мужам, а чтобы ты терпел, если бы и жена досаждала тебе словами. Пусть и жена будет для тебя поприщем борьбы и училищем. Не безумно ли заниматься упражнениями, не приносящими никакой пользы и даже изнуряющими тело, а дом свой не делать училищем, который доставляет нам венец прежде подвигов. Жена оскорбляет тебя? Не будь сам женщиной. Ведь оскорблять свойственно женщине – это болезнь души, порог. Не сочти бесчестным для себя, когда жена оскорбит тебя. Бесчестно, если ты оскорбляешь ее, а она любомудрствует. Тогда ты поступаешь низко, тогда ты терпишь вред. Если же ты, будучи оскорбляем, терпишь, то это великое доказательство твоей силы. Говорю это не к тому, чтобы расположить женщин к нанесению обид. Да не будет. Но к тому, чтобы если бы когда и случилось это по наущению сатанинскому, то вы терпели бы. Мужам, как сильным, свойственно переносить обиды от слабых. Если и слуга будет противоречить, ты перенеси с любомудрием. Не то, чего он заслужил от тебя, говори и делай, но что тебе нужно говорить и делать. Никогда в оскорблении девицы не произнеси срамного слова. Никогда не называй раба подлым, потому что этим ты унижаешь не его, а себя. Невозможно гневающемуся не выйти из себя подобно морю, когда оно волнуется, или источнику остаться чистым, когда в него откуда-нибудь бросает грязь. Так, все здесь перемешивается, или лучше сказать, все становится вверх дном. Если ты кого-нибудь ударил или разорвал на нем одежду, то причинил больше вреда себе самому. У него рана остается на теле и одежде. У тебя же на душе. Ее ты растерзал, ее ты поразил. Садника поверх под ноги лошадей. Сделал то, что они влачат его, неспровергнутого назначь. И происходит то же, как если вознится, рассердившись на другого, сам потом влачится по земле. Когда ты наказываешься или наказываешь, или вразумляешь, или делаешь что-нибудь подобное, делай без ярости и гнева. Если наказывающий есть врач согрешающего, то как он может исцелить другого, причинив наперед зло себе и не исцеляя самого себя? Если какой-либо врач пойдет лечить другого, поранив наперед руку у себя или ослепив наперед свои глаза, неужели в таком состоянии он исцелит другого? Нет, скажешь. Так точно и ты. Когда кого наказываешь или вразумляешь, то пусть светло смотрят глаза твои. Не возмути ума своего, иначе как совершишь ты исцеление? А он не может быть одинаково спокоен у человека, не гневающегося и разгневанного. Зачем, не спровергнув учителя с его седалища, советуешь с ним, советуешься, лежащим на земле? Не видишь ли, как судьи, намереваясь производить суд, садятся на своем седалище и в одежде благопристойной? Так поступи и ты. Укрась душу свою одеждой судьи, а она и скротость. И тогда садись производить суд на своем седалище. Но скажешь, не будут бояться. Нет, гораздо больше убоятся. В противном случае хотя бы ты сказал и правду, раб припишет это гневу. А если скажешь кротко, то он осудит сам себя. Главное же, ты сделаешь угодное Богу. И таким образом сподобишься вечных благ по благодати, щедротам и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok